Парни, всем привет! Сегодня 12 ноября, воскресный хмурый денечек, погода нас сегодня не радует, зато нас сегодня радует новая BMW 220i в кузове купе. И разговор мы с вами сегодня построим по следующему принципу. Ну смотрите, автомобиль у нас идет 184 лошадиные силы, 2 литра. Сейчас таких на рынке уже нету, то есть зайдя на официальный сайт, вот эту конкретно конфигурацию вы уже не встретите. Тем не менее, точно такой же автомобиль есть у известного блогера Жорика Ревазова. Но у него вообще базовая версия, а у нас базовая версия с пакетом комфорт, который включает в себя камеру заднего вида, подогрев рулевого колеса, датчик света и дождя. Вот этот автомобиль на момент продажи в автосалонах стоил порядка 2 миллионов 200 тысяч рублей. Человек, покупая его, сдал свой автомобиль в 3D, это тоже была BMW, она была с ДТП, взял частично кредит, доплатил соответственно наличные, сделал каску вообще на другого человека, чтобы сэкономить денежку. И таким образом автомобиль выехал из салона по цене 1 миллион 600 тысяч рублей. У Жорика машина вышла за 1 миллион 800 тысяч рублей, но здесь разные условия покупки. Он, если я не ошибаюсь, покупал просто за наличный расчет. И вот от этой цифры давайте отталкивать. 2017 год, новый автомобиль, миллион 600, что мы за эти деньги получаем? На самом деле многие скажут, купешка, двойка, вообще неинтересно. Рассказываю. Значит, вот этот автомобиль, это первое поколение, раньше выпускалась BMW купе единичка. Сейчас же единички вообще нет как купешки, остались только хэтчбеки и появилась двоечка купе. Значит, вот эта машина на самом деле самый настоящий конструктор. И вот так прийти в салон, знаешь, сразу сесть в нее, посидеть, сказать, не, неинтересно, неправильно. Вот эту машину берет в основном молодежь, либо люди, которые делают из них какие-то переделки. Если обратиться на вторичный рынок, то, как правило, там покупают машины, чтобы с ними что-то дорабатывать, увеличивать мощность. А это здесь вообще запросто, потому что BMW, все модели к этому расположены. Если поговорить конкретно за внешний вид автомобиля, то здесь, конечно же, нужно приглашать экспертов от BMW, фанатов марки, которые нам скажут то, что вот здесь есть различия. Мне же, как просто автолюбители, я могу сказать одно то, что копейка, трешка, двойка, пятерка по внешнему виду в принципе одинаковые. Конечно же, сейчас новая пятерочка отличается, но вот так посмотреть, змеиная морда узнаваем от BMW. У нас идет оптика биксеноновая, противотуманки у нас тут обычные галогеновые. Внешний вид в принципе достойный, но не о нем речь. В самом начале мы должны определиться, кто вообще покупает вот эти автомобили. На самом деле люди делятся на два типа. Первый, это те, кто покупает автомобиль и ездит на них очень мало, потому что на этом автомобиле, как правило, пробеги всегда небольшие. Вот у владельца до этого была трешка купе, на которой он за два года накатал всего 25 тысяч. Я у него спрашиваю, 25 тысяч это что? Это из дома до универа обратно пару раз куда-то съездил на дальняк, на отдых, все. Второе, это есть, конечно же, люди, которые просто любят кузов купе. Но есть такая определенная группа, которым купешечка нравится, она им кажется спортивной, интересной, и они с удовольствием берутся за ее тюнинг. А тюнинг здесь отдельное место для разговора, поэтому пойдемте сразу в подкапотное пространство и там про это продолжим разговор. А встречает нас здесь двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 184 лошадиные силы, крутящий момент 270, все это работает с автоматической коробкой передач восьмиступенчатой. Новый двигатель стоит, B48 маркировка у него идет, на смену он пришел N20. Про N20 мы разговаривать не будем, у него было на самом деле очень много болячек, про которые многие писали, есть открытые статьи, прям перечисленные, все плюсы, все минусы. Основная задача этого нового двигателя быть более экономичным, мощности здесь больше не стало, задача направлена была именно экономить топливо. Автомобиль у нас новый, пробег у него чуть больше тысячи километров и показывает компьютер расход в 12,7 литров, бывало говорит и 16, но я думаю то, что автомобиль просто-напросто новый, период обкатки и со временем, конечно, эта цифра упадет. И должна она упасть примерно до 6-7 литров за спокойный режим в городе. Вес нашего автомобиля заявлено 1474 килограмма, вес водителя 96 килограмм, заявленный расход автомобиля 7,2 секунды до сотни. Автомобиль у нас заднеприводный, двигатель у нас идет с турбиной, здесь ничего нового, хорошие показатели он выдает в городе примерно с оборотов с 2500 до 5000. Если выйти на этом автомобиле на трассу и погоняться там на большой скорости, этот мотор будет слабоват. Но, как я вам сказал в самом начале, это хороший конструктор и с помощью простых прошивок здесь уже можно автомобиль сделать быстрее. Самый простой и относительно недорогой способ чипануть двигатель это поставить жабу. Многие про нее знают, уже много было также прописано статей, есть свои плюсы, есть свои минусы. Поставили и по прошивочке можно будет добиться с колес порядка 230 лошадиных сил. Заявленное будет там в районе 258 сил. Что это даст? Если сейчас 7,2, ну как говорят, примерно будет 6,5. По секунду, парни, могу ошибаться, кто-то говорит одно, другие, другое. Здесь, сами знаете, как обычно, все нахваливают свои автомобили, кто делает чип. Самый верный вариант, поставить RaceLogic и посмотреть, что он выдает. В любом же случае, в подкапотном пространстве менять можно все. Начиная с турбины, менять выхлоп полностью. Вот этим, если я не ошибаюсь, займется это именно как раз Жори Кривазов, про которого мы сказали в самом начале и посмотрим, что у него по машине получится. По его словам, да и вообще, в принципе, по словам BMW воду, скажем так, из этой машины можно сделать стучку бешеную, как говорил Давидович, которая поедет до первой сотки чуть быстрее, чем 5 секунд. Если говорить про надежность, то здесь, конечно же, старая песня о главном. Раньше делали лучше, сегодня все машины одноразовые на период эксплуатации. А период эксплуатации здесь закладывается следующим образом. 3 года гарантии, либо 200 тысяч, что наступит быстрее. Если походить по салонам, а именно по BMW, то вам, конечно же, любой менеджер скажет, BMW это надежный автомобиль, вот в этой конкретной комплектации все доработано, не комплектация, а версия все доработано, нет никаких проблем, вы ни с чем не столкнетесь, завел, поехал. Ну, конечно же, что ему еще сказать, ведь он менеджер по продажам. Для меня было бы решающее значение, если бы они сказали так, 5 лет, вне зависимости от пробега. Вот это было бы хорошо. На весь автомобиль купил, катаешься, и 5 лет бед не знаешь. В любом случае, если кому-то из вас автомобиль, вот этот приглянулся, и он хочет тоже взять себе, сделать какой-то проект, что-то доработать, смотреть объявление на вторичке, если что-то приглянется, вот эти машины, ну, на них любят погонять, поэтому внимательным нужно быть максимально. Если сам не разбираешься в автомобилях, есть сайт автохлама.нет, который представляет из себя сервис по оказанию услуг и подбору автомобиля. Переходите по ссылке в описании, он информативный и понятный, что он вам дает. Находит себе эксперта, который поможет вам найти автомобиль, проверить его и сказать, стоит его покупать или нет. Таким образом, ты в первую очередь экономишь свои деньги и получаешь хоть какую-то гарантию, что автомобиль будет надежным. Сервис разработал один из наших акционеров канала, поэтому за него могу ручаться, работает он по всей России. Если ты сам занимаешься подбором автомобиля, у тебя есть хорошее оборудование, также переходи на этом сайте, ты можешь находить своих потенциальных клиентов. Автохлама.нет, ссылка будет в описании. В общем, под капотом все ясно, всем тем, у кого есть желание дорабатывать автомобиль, вот эта модель вообще идеально к этому подходит. И вот знаете, многие скажут, вот ты что-то хлопаешь этим капотом-то постоянно? Вот Camry хлопаешь, да просто хлопаю, фишка такая канала. Как мы сказали в начале, двойка пришла на смену копейке купе. Сейчас копейки купе нет, но вот эта двойка стала гораздо больше ее. Ну, гораздо это, конечно, относительно, все исчисляется в миллиметрах. Габариты автомобиля вы видите на экране, но для водителя и пассажира, в принципе, места здесь достаточно. Автомобиль у нас имеет дорожный просвет 140 миллиметров, колеса у нас идут 16-е, 205-е резина, профиль 55. Вот смотрите, про резину и про колеса в целом мы поговорим отдельно. Мы снимем отдельный видеоролик, где постараемся прям детально разобраться с этим вопросом. Потому что многие считают, что если у тебя диски 20-е, то будет жестко. На самом деле, вы же знаете и понимаете, что все зависит не только от дисков, но и от резины в первую очередь. Это отдельная тема, мы снимем, расскажем. А вы, как эксперты, выскажете ваше мнение в комментариях. Поэтому обязательно подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить эту тему. Подвеска у нас идет как передняя, так и задняя, независимая, многорычажная. Автомобиль хорошо сбалансирован по весу, поэтому устойчивость на дороге у него хорошая. Для городской езды это вообще отличный автомобиль. И владелец сам говорит, что машина очень мягенькая даже. Об этом мы поговорим в процессе тест-драйва. А сейчас давайте я вам покажу вот этот вариант. Купешка. Вот его рост 2 метра. Ты представляешь, 2 метра. Кто-то скажет, зачем ему такой автомобиль? Ну вот он говорит, что ему в купешке гораздо удобнее, нежели чем в четырехдверном автомобиле. Мне же всегда не нравилось в BMW то, что посадка здесь очень низкая. Когда ты садишься, я словно сижу на полу. Ну реально. Я пытался ездить на них. Вот ноги ставишь, что смотри, как у тебя получается ноги высоко. А у него 2 метра рост. Я думаю, то что у него ноги вообще вот так. Но тем не менее, если ноги вытянуть, да, и сесть, то здесь можно расположиться очень удобно. Если ты возьмешь с собой красивую девочку, она сядет рядом с тобой, она будет на каблуках, там видок будет, что надо. Правильно оператор? Друзья, я сейчас настрою сидение под себя, что вроде бы, если бы я здесь сидел, ну, вот примерно было бы, наверное, это вот так. И давайте посмотрим, сколько места будет сзади. Ведь многие говорят нам, журналисты, о том, то, что она стала просторнее, сзади можно, в принципе, удобно усесться. Вот я ростом, метр восемьдесят два, вес мы, примерно 80 килограмм. Опа-на! Вот обрати внимание, мои светленькие джинсы уже запачканы. Тем не менее, я залез в автомобиль. И я вам скажу одно, то, что на самом деле места здесь очень мало, но если какую-нибудь девчонку взять с собой, то можно будет передвигаться. Вот смотрите, вот у меня коленки очень сильно упираются сразу в сиденье. Это нормальное явление. Машина эта молодежная, она не семейная. Здесь возить детей неудобно будет. Хотя, с другой стороны, если купить ее жене и, допустим, вот сюда поставить детское кресло, в этом будет какой-то толк. Потому что купе очень безопасный автомобиль, у него хороший кузов, жесткий кузов. Сзади скудно и аскетично. Никаких изысков здесь нету, подлокотника нету, но есть большой плюс в том, что у нас диван складывается. Потому что это вообще, как выяснилось, идет как доп. опция. И не каждому она еще доступна. В любом случае, это очень хорошо, то, что можно диванчик сложить и что-то перевести. Пойдемте, посмотрим, какой у нас багажник. Как я вам говорил в одном из роликов, у меня у друга в институте была купешка. Я вот помню, тогда еще мучился. Неудобно вылазить. Но с другой стороны, если сядешь в городе передвигаться, на короткое расстояние можно будет. Доехать до торгового центра пассажиру нормально. Но ты за рулем будешь как водитель. Тебе это будет не гораздо комфортнее. Переходя к задней части автомобиля, отмечу, что бак у него идет 52 литра. И что у нас здесь встречает? Вот задняя часть автомобиля, как говорится, на любителя. Многие говорят, что спереди BMW смотрится неплохо, а сзади она смотрится ну немножко вяло. Что бы лично я бы здесь добавил? Вот два патрубка идет. Я бы их сделал раздвоенными. Но на самом деле это же не так дорого сделать. Но вид совсем другой. Вот так выглядит машина более как штатная, гражданская. Фонари у нас знакомые, диодные идут. Открываем багажничек. Очень мне себя нравится, когда сделаем по такому принципу держатели, упоры. Это удобно, это комфортно. Но смотри, сколько сразу места. Свободное пространство. Багажник 380 литров. Положить все вещи личные. Там вот футболом человек занимается. Все, пожалуйста, можно это сделать. Понятное дело, что у нас нет запасного колеса, потому что машины, все BMW идут на резине RunFlat. И они считают, что она здесь запаска не нужна. Идет аккумулятор. Ну, в общем, все остальное здесь точно такое же, как и во всех BMW. Сидения у нас складываются, поэтому вы можете всегда какой-то крупногабаритный груз перевезти. А если будет нужда, ну, куда ты поехал путешествовать, я думаю, ты здесь можешь даже и улечься. Конечно, будет некомфортно, но, как говорится, если нужда есть, поспать можно. Друзья, я вам не рассказываю про кашу манную, жизнь туманную. Мы уже сидим в автомобиле, вот такой нас встречает интерьер. Довольно-таки узнаваемый BMW-шный интерьер. Что здесь мне всегда нравилось? Это, в первую очередь, центральная часть. Наличие кнопок, это всегда красиво, но про кнопочки вам расскажет кто-нибудь другой. Вот, смотрите, маленький дисплейчик у нас идет. Его можно запросто поменять на MBT. Цена вопроса 49 тысяч рублей. Такая же MBT-шка стоит. Мы вам уже про это показывали, рассказывали. Все родное будет, все официальное. У дилера MBT стоит 280 тысяч со скидкой. Без скидки там цена будет за 300 тысяч и дальше. По нижней части, вот если посмотреть по консоли, вот здесь, конечно, так вот немного все скудненько. Пластик. Он особо не маркий. Тем не менее, царапки 100% будут. У нас идет стояночный тормоз ручной. Коробка у нас идет 8-ступенчатая. Очень удобная ручка переключения. Она у нас имеет различные режимы управления, как обычно. Режим спорт, экономический режим, стандартный режим. Есть курсовая устойчивость. В общем, машина, в принципе, укомплектована достойно. Сил в нее. Все, что нужно, есть. Конечно, сюда можно чего-то еще напихать. Кому надо, то просто-напросто покупать более дорогую комплектацию. Если сказать за качество отделки, ну, смотрите, у человека до этого тоже была BMW. Вот он говорит, то что, смотри, по мелочам все. Вот ручка, да, переключения передач. Она люфтит, ходит. То есть, другая говорит, раньше такого не было. Я говорю, может быть, это нормально? Ну, хрен его знает. Вот она ходит. Дальше, смотрите, BMW, да, машина дорогая, все же. Ну, вот это вот, это прям реально сжигуль. То есть, если открыть, подсветки нету, все тоненькое такое, того, глядишь, как будто я сейчас пальцем задену, это все порвется. То есть, с точки зрения денег, здесь все сделано очень-очень бюджетно. Но на самом деле, каких тут премиальных, дорогих материалов нету, хотя это BMW. Я считаю то, что вот на таких мелочах, вот на спичках не надо экономить. Вообще, смысл какой? Почему это делают? Всегда хотел сесть на какой-нибудь завод и там задать этот вопрос. Под капотом идут газоупоры, что на самом деле очень приятно. Ну, согласитесь, приятно. А в салоне какая-то мелочуга есть. С другой же стороны, пока машина новая, никаких скрипов нету, но посмотрим, что будет через пару лет. Мы отправляемся с вами на тест-драйв и первое, что бросается в глаза, это, конечно же, обзорность. Автомобиль маленький, зеркала здесь маленькие, внутреннее зеркало здесь маленькое. С точки зрения комфорта в машине, ну, можно под себя ее настроить. Вот сейчас я сидение сделал, руль, нормальный, руль, кстати, удобный. Подлокотничек здесь тоже относительно удобный. Маловато, конечно, но усесться можно. Если ты человек такой здоровый, либо жирный, либо сверхнакачанный, здесь тебе, конечно, наверное, будет тесновато. Мы едем по городу, у нас сейчас скорость 50 километров, резина стоит у нас зимняя, шипованная. Гул стоит от машины жесткий. Говорить здесь за шумком, но я бы сказал так, то, что шумка здесь никакая. Ну, на самом деле, положа руку на сердце, мы гудим. Если мы разгоним сейчас до 80, то гул будет еще сильнее. Притормаживая, вот отарок тоже постоянно идет шум, то есть прям отчетливо слышеный вот звук от шипов характерный. На летней резине владелец говорит, то, что было потише, но все равно также отмечает то, что машина шумная. Хотя кузов-купе славится тем, то, что он гораздо тише, чем кузов, который идет четырехдверный, например. Ну, как показывает практика, это все на словах. Еще, что меня всегда удивляло в BMW, это вот моточасы. Вы же знаете, то, что здесь нет такого понятия, как вот от ТО до ТО, то есть 15 тысяч проехал-поехал. Здесь машина тебе сама говорит, то, что пора делать техническое обслуживание. И ни одного человека еще, наверное, это уведомление не пришло именно ближе к 15 тысячам. Как правило, это вылетает уже на 12 тысячах. У некоторых даже на 10. У нас в машине сейчас три человека. Дорога прямая. Мы сейчас едем примерно 60 километров в час. Если давать газку, подхват идет сразу. Вот буквально задержка небольшая, коробка здесь не тупая. Ну, реально, очень хорошо работает. Вот сейчас она держит обороты. Мы едем 90, газку даешь. Вот толчок есть. Если сидеть одному в автомобиле, то это вообще будут совсем другие ощущения. Да, конечно, разгон штатный. 7,2 это не так много. Но в любом случае, в сочетании с задним приводом и купешки, это реально драйверские ощущения. Поэтому всем любителям гонок вот эта машина, вот именно ходовые качества свои проявит очень хорошо. Переводим коробочку в режим спорт. Конечно же, подвеска у нас никак не меняется. она у нас обычная. Хотя есть подвески, которые будут идти адаптивные. Подхват здесь совсем другой. Машина едет интереснее. Звук тоже становится немного агрессивней. Конечно, кто-то скажет, что тебе это кажется, но все владельцы BMW, все фанаты марки BMW знают, что у BMW звучание очень хорошее. Если брать заряженные версии серии M, то я скажу одно. На мой взгляд, самый приятный, самый мощный звук идет у Mercedes-AMG. драйверские ощущения ощущаю я полностью как водитель. Тебе же, как зрителю, я не пропагандирую никак спортивную езду по городу, но эта машина реально дарит такие ощущения. Покататься на ней это одно удовольствие. Вот с 0 до 100 мы давим просто в пол. Ну, соточку-то мы уже быстро набрали. Когда попадаешь в небольшие ямки, срабатывает сразу стабилизация. Задний привод машина бешеная, конечно. Но на скорости уже от 120, конечно, тяга не такая задиристая, как до 100 км. Мы едем 100 км, допустим, нам нужно оттормаживаться. Тормозной путь на самом деле большой. Сработали аварийки, как экстренное торможение. Но это вам показывает о том, что на этой машине в городе гоняться небезопасно. Тем более на отшипованной резине. Системы стабилизации работают очень хорошо и на этом автомобиле даже зимой в городе заострять ну можно, но проблематичней. Понятное дело, если ты живешь в маленьком заснеженном городе задний привод не для тебя. Вот эта машина отличный вариант, как автомобиль, например, выходного дня. Вот летом на ней погататься, еще бы была бы она кабриолет, было бы вообще шикарно. Но в любом случае машины берут, человек ездит на нем как на повседневной основе и в принципе он не жалуется. Друзья, световой день подходит к концу, а вместе с ним подходит к концу и наш обзор, поэтому пришло время подводить выводы. Ну смотрите, за кузов купе каждый выскажет свое мнение в комментариях. Машина на любителя, кому-то нравится, кому-то нет, то же самое с цветом автомобиля. У кузова купе есть свои плюсы. Хорошая управляемость, относительно вместительность, здесь большие двери, открыть, сесть просторно в автомобиль. Одним из значимых минусов автомобиля это его потеря рыночной стоимости на вторичке. Также он не очень хорошо пользуется популярностью при сдаче его в трейд-ин. Сдавая его, его, как правило, оценивают очень низко. Очень много можно сегодня встретить нареканий, очень много негативных отзывов, когда люди покупают и уже на первых тысячах начинаются сыпаться у них автомобили, встречаются регулярные поломки. Но, как говорится, заводской брак бывает везде. Есть и те люди, которые откатывают по сто тысяч и говорят, что вообще не было проблем. Ну и самое главное это драйверские ощущения. Автомобили изначально уже даже в стоковой версии дарят вам хорошие эмоции от вождения. Ну и, как я вам сказал, в самом начале его можно тюнинговать. Здесь можно менять поршневые, здесь можно ставить жабы, здесь можно переделывать все. И в таком случае автомобиль будет просто бомбой. Поэтому, если у тебя есть копеечка и ты всегда хотел что-то сделать, вот присмотрись, вот этот автомобиль адекватный, с ним можно работать. В любом же случае, выводы делать здесь только вам. Друзья, у меня на этом все. Вот таким у нас сегодня получился воскресный обзор BMW 220i. Приглашаю вас всех в комментарии, высказывайте ваше мнение, что сказал не так, что понравилось по автомобилю, что не понравилось. В общем, всех жду к обсуждениям. Подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, там всегда выходят анонсы, которые вы узнаете первыми парни. До новых встреч, всем пока-пока.